Следующим понятием, которое мы рассмотрим, будет понятие атрибут. Атрибут – это некая именованная характеристика, свойство сущности, которое определяется на некотором типе данных или домене. В качестве примера уместно рассмотреть базу данных сотрудников, которая, например, может состоять из одной таблицы или отношения. И в ней будет храняться имя сотрудника, фамилия сотрудника, дата рождения и, например, оклад. В этом случае говорят, что атрибутом для данной сущности сотрудника будут являться такие поля, как фамилия, имя, собственно, дата рождения и оклад. Каждый из этих атрибут определен на своем типе данных. Так, имя и фамилия определены на типе данных строковым. И атрибут дата рождения определен на типе данных дата. Атрибут оклад может быть определен на неком числовом типе данных, который может быть либо с фиксированной дробной частью, либо целочисленным в зависимости от того, как мы моделируем предметную область в нашей базе данных. При этом можно сказать, что, например, для атрибута даты рождения можно создать домен, который будет ограничивать множество значений для типа данных date, потому что мы, например, не хотим по каким-то соображениям давать возможность вводить туда заведомо ложные значения. Например, слишком ранние даты рождения или даты рождения, которые позже какого-то момента времени. Следующим понятием, которое мы рассмотрим, будет являться понятие кортеж. Что же такое кортеж? Время математически это некое множество упорядоченных триплетов, имя атрибута, типа данных или домена и значения. Проще говоря, на уровне примеров это некая строка в таблице. Если мы продолжаем, например, с базой данных сотрудников, то у нас есть поле «И», есть поле «Фамилия», есть поле «Дата рождения» и есть поле «Оклад». В этом случае кортежем будет являться строка, которая описывает какого-то сотрудника. Например, шемесло, какой-то даты рождения, какого-то года, с окладом 10,5 долларов. Вот это, эта запись, строка, будет называться кортежем. Где здесь множество упорядоченных триплетов? Это имя атрибута, имя типа данных для атрибута name. Это, например, var char. И значение, в данном случае это саша. Вот у нас первый триплет. Название атрибута, тип данных и значение. Следующий триплет – это название атрибута last name, тип данных, также var char. И значение, в данном случае местов. Ну и так далее, аналогично для следующих ячеек, для записи о дате рождения и зарплате. Следующая строчка в нашей таблице, которая будет описывать некоторого другого сотрудника. Например, Ивана Савина, который родился, допустим, 1 января какого-то года. Ну и с тем же окладом 10,5 доллара. Это будет следующим кортежем. При этом у него будет, у этих триплетов, имя атрибута будет такое же, тип данных такой же, а значение уже другие. Продолжение следует...